Мы прямо сейчас имеем возможность еще раз услышать нашего коллегу-журналиста проекта «Украинский сфидок» Евгений Назаренко к нам присоединился, восстановили связь. Жень, слушаем внимательно. Да, коллеги, я прошу прощения за отсутствие связи, но вчера полдня ее не было вообще, так что хорошо, что есть хоть какая-то. Так вот, оккупанты действительно смогли прорваться в Северодонецк, и я подчеркнул о том, что я уже говорил, что они не смогли его окружить, благодаря героизму наших защитников, и они просто пошли в лобовую атаку. По сути, если говорить понятным языком, они по трупам русских солдатов, просто устеляют трупами Северодонецк, они прорываются в город. То есть количество жертв со стороны России там просто колоссальное. Но таксика российской армии ничем не меняется с времен Второй мировой войны, и взять любой ценой абсолютно не важно, каким количеством жертв. Пока там идут ожесточенные уличные бои, действительно за каждый дом, за каждую улицу украинские военные не собираются. Если вы хотите из Северодонецка, они убивают огромное количество оккупантов, там жгут технику, но они будто бы зомби продолжают туда лезть и лезть. Я хочу подчеркнуть, что на других направлениях ранее, достаточно опасных, и там, где принимают штурмы, сейчас штурмов нет. То есть, да, на Бахмутском направлении, со стороны Изюма и других направлениях оккупанты стреляют, у них очень много боеприпасов, но уже не штурмуют. Это говорит о том, что сил у них есть только взять Северодонецк, и то не получается. То есть, это такая вот украинским языком навала, я, к сожалению, забыл, как это будет по-русски, но вот просто они валят, и неважно, 500 человек они там положат, 1000 человек, полторы. То есть, в России человеческая жизнь ничего не стоит, особенно своих солдат. Ситуация там очень напряженная. На других направлениях действительно есть постоянные обстрелы, и авиации, и артиллерии, но успеха никакого нет, да и штурмовых действий нет. Даже говоря о не совсем полной боеготонности российской армии, они пару дней назад взяли город Лиман, наши отошли оттуда военные, и вот вчера наши славные десантники этот город Лиман отбили назад. Что же касается гуманитарной ситуации, то, слава Богу, в Константиновке и Бахмуте вчера появился свет, сегодня появилась и вода, и вот есть связь, это прекрасно, но, насколько я знаю, в Славянске и Краматорске пока есть проблемы с подачей электроэнергии. Ну и, как вы уже говорили, действительно, они перебили газопровод Аммиачный, и это облако движется в Бахмут и другие села, но я думаю, что оно, если оно движется на село Травнеллое, то оно дальше пойдет на Горловку, оно не оккупировано, то есть это выстрел не только по нашей инфраструктуре, но и выстрел себе в ногу. Ну и сегодня еще произошло очень трагическое событие в городе Северодонецк, в многострадальном, во время эвакуации мирных жителей, это освещал французский журналист Федерик Леклерк, и вот он погиб. Россияне просто расстреляли вакуационную машину, и там погибли и мирные жители, и, в частности, наш французский коллега. То есть ситуация остается на Донбассе достаточно напряженной, ну, пока что говорить о том, что она будет легче не приходится. Мы сегодня были в районе Торецка и Нью-Йорка, и там постоянные обстрелы градами, авиацией. Прямо под депутатами я не был, но прекрасно слышал, куда летит и откуда летит. В общем, ситуация такая, россияне продолжают штурмовать. Коллеги. Услышали, Жень, спасибо большое. Спасибо тебе за информацию. Евгений Назаренко был с нами на связи, журналист проекта «Украинский свидок». «Украинский свидок»